Здравствуйте! Меня зовут Самой Ленка Наталья. Продолжаем тему весенней работы в саду. Я сразу прошу прощения у тех подписчиков, которые живут в более теплых регионах. И снег у них давно растаял. Увы, к вам мы немного опоздали. И весна у вас уже идет полным ходом. А вот для садоводов Ленинградской области все еще впереди. Снег почти растаял, но кое-где лежит. Плодовые уже обрезаны. Первые необходимые обработки сделаны. Что дальше? А дальше потихоньку снимаем укрытие. Наверное, самый животрепещущий вопрос на сегодняшний день – это когда можно раскрывать рододендроны, розы, снимать притяночную сетку с плойных. Угадала? Думаю, да. Точной даты, увы, нет. Я ориентируюсь по погоде. Для меня первый признак того, что укрытие можно снимать, окончательно является цветением от мачехи. Если она зацвела, значит зима уже не вернется. И верхний слой почвы уже оттаял. А значит, пора. Вот только если ваши растения укутаны, как карапуз из мультфильма, слой спамбонда, полиэтилен, снова спамбонд, затем лапник и так далее, то резко вы ничего не открываете. А еще задолго до начала цветения мать-мачехи и первоцветов начинаете снимать слой за слоем. Иначе растение стрессанет. Да еще как. Ведь под таким укрытием ему было теплее, чем на улице. Именно по этой причине мы не делаем многослойные воздушные укрытия. Не всегда есть возможность бросить все дела и мчаться на участок, чтобы что-то проветрить. А если упустим момент, то просто все сопреет. Есть еще один важный момент. Не важно, открываете ли вы рододендроны, розы или хвойные, делаете это в паспортную погоду или рано утром. Это позволит избежать эффекта темной комнаты. Но представьте себе, вы долгое время находились в темном помещении и вдруг резко оказываетесь на ярком солнце. Вот и у растений все то же самое. А у нас как бывает. Приехали на дачу, первые шашлыки, тепло, хорошо, радостно. А главное, нас просто распирает эта энергия. И нам становится жаль наши растения под укрытием. И мы, не задумываясь о последствиях, срываем сетку, тут же начинаем их кормить каким-нибудь весенним комплексным удобрением. И потом, и потом долго удивляемся, что же мы сделали не так. Почему ту или другие вечно зеленые почти на глазах в апреле меняют окраску на зимнюю, то есть становятся красноватыми. А вместо бурного роста после удобрений, наоборот, желтеют и усыхают. А разве может быть по-другому? Ну, поставьте себя на место растений. Представьте, что утром вы просыпаетесь от нестерпимого яркого света. И кто-то, не давая вам опомниться, тут же начинает вас кормить. Буквально впихивая отбивные и пирожные. Представили? Ужас. Я лично не так вижу свое утро. Вот и с растениями все то же самое. Поэтому снимаем укрытие в пасмурную погоду или в утренние вечерние часы. После этого обильно поливаем. И только спустя две недели, когда все уже тронулось в рост, начинаем кормить. Чем и как кормим, мы расскажем в ближайших сюжетах. Думаю, что Татьяна с Александрой прекрасно с этим справятся. А мы идем дальше. Следующим объектом нашего внимания будет газон. После того, как снег на газоне растаял, надо немного подождать, чтобы газон подсох, и можно приступить к его вычесыванию и прокалыванию. Процедура муторная, редко бывает приятной. Как правило, после нее руки буквально отваливаются. Но если вы хотите более или менее приличный газон, ровненький, плотненький, без мха, то без нее не обойтись. Вычесываем газон тщательно, удаляя сухую траву, иначе она как войлок в итоге будет мешать росту новой травки. Зачем прокалывать? Все элементарно. Мы же не можем газон рыхлить. Ведь так? Но со временем земля уплотняется, корневая система получает меньше доступа воздуха, как следствие, газон редеет, и на освободившееся место приходит мох. Святое место пусто не бывает. Теперь, чем прочесываем и прокалываем? Я очень надеюсь, что этот выпуск смотрит Митрий и сделает обзор подходящего инструмента. Потому что кроме веерных грабель и накладок для обуви, существует множество интересных приспособлений. Ну, а если вас, в принципе, интересует создание и уход за газоном, то очень рекомендую посмотреть Татьяне на сюжеты. На мой взгляд, это лучшее, что можно найти на просторах интернета. Единственное, в борьбе с Амхом на газоне мы выделим отдельный сюжет. И кто-то из подписчиков просил рассказать, как бороться с маршанцами. Это также заслуживает отдельного освещения. А пока снимаем укрытие, прочесываем газон, обновляем мульчу и рыхлим приствольные круги и цветники. Еще раз поздравляю всех с весной!